Я вас приветствую на своем канале Техноманьяк и в этом ролике я бы хотел с вами поделиться своими впечатлениями о прохождении интенсива в школе 21. Это будет разговорный ролик, поэтому можете в принципе видеоряд не смотреть, запасаться печеньками, сворачивать видео и просто слушать мой голос. Я вам здесь расскажу о том, как именно проходит интенсив, что это за школа такая и как в 2022 году можно стать программистом, не заплатив при этом ни рубля. Но обо всем по порядку. Давайте начну с того, что для тех, если кто-то не знает, что такое школа 21, я в общих чертах расскажу, что это такое. Это школа, которая финансируется Сбербанком и рядом крупных IT-компаний, которая взращивает специалистов в сфере IT по различным направлениям. Но перед тем, как приступить к основному обучению, школа проводит интенсив. Он длится 4 недели. На интенсив приходят все желающие. Ничего сложного, чтобы попасть сюда нету. Берут абсолютно всех. Но по итогам интенсива школа берет паузу на месяц и потом объявляет тех участников интенсива, кто пройдет. Конкретно в моем случае, на моем потоке участвовало 500 человек. По итогу школа только возьмет на основное обучение только 250 человек. То есть, среди моего потока считаем, что 2 человека на место конкурс. Вот так это устроено. Сейчас я нахожусь в ожидании ответа. То есть, пока что я еще не знаю, попал ли я на основное обучение или нет. Но если забегая вперед, скажу кратко, что очень мне это понравилось. Очень классная школа. Это очень был классный опыт. И сразу скажу, что у меня не было никакого опыта в программировании. Я пришел абсолютно зеленым новичком. И я был в восторге, если честно. Но об этом немножко позже расскажу. Поэтому очень сильно хочу попасть на основное обучение. С нетерпением жду весточки на почту. Вроде как ждать этого еще недели 2-3. Но я в любом случае обязательно запишу вам отдельный ролик, где расскажу о том, все-таки попал я в школу или нет. Но независимо от этого, самый главный вопрос передо мной стоял, перед тем, как пойти в школу. Это насколько я смогу потянуть программирование с учетом моих нулевых знаний. Насколько мне это будет интересно и так далее. И самое главное, что школа сделала, это зародило во мне вот этот лютый интерес к этому направлению. И мне действительно очень сильно хочется сейчас изучать, 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 изучать. Вот. Ну, теперь давайте я расскажу непосредственно про школу. Интенсив длится полноценные 4 недели. Каждый день у вас существуют дедлайны. То есть каждый день вы приходите, садитесь за компьютер. Вам там специальные сайты, открываете этот сайт и вам выпадает задание на день. Количество задач разное. От 3 до 8, по-моему, 8 это было максимальное количество заданий. Разного уровня сложности. И вы в течение дня просто выполняете эти задания. В конце дня, когда наступает дедлайн, вы просто все отправляете, пушите на сайт для автоматической проверки. Потом, по итогу, вас проверяет робот, выставляет вам определенный процент. Но помимо этого, также вы еще проверяете друг друга. А, о чем я еще не сказал. Школа базируется на том, что тут нету лекций, тут нету в привычном понимании школы таких вещей, как лекции, предметы и все такое. Это, тут используется метод пир-то-пир. Мы приходим, перед нами ставят задачу. Минимальное обучающее видео нам показывают, просто чтобы мы там не потерялись в этой школе. И мы начинаем изучать программирование сами. То есть, Google нам в помощь и товарищи вокруг нас также нам идут в помощь. Так и строится обучение. Помимо ежедневных дедлайнов, есть групповые проекты. Групповые проекты проходят выходные. То есть, это суббота-воскресенье. Один групповой проект дается на 2 дня. Сразу скажу, что групповые проекты, с них, конечно, я был в шоке. Это конкретно были написания простеньких игр. Но когда ты новичок, это вызывает большие сложности. Естественно. Сама система подбирает команду случайным образом. То есть, ты не можешь выбрать себе напарника в команду. И случайным образом назначается лидер команды, который распределяет задачи. И вы как-то должны любыми способами просто выполнить задачу, сдать ее. Потом идет защита. Защита идет у так называемого стаффа. Стафф – это люди, которые учатся на основном обучении. Как я понял, никто это в открытую не говорит. Но, судя по разговору с ними, я понял, что они учатся на основном обучении. То есть, это люди, которые уже год, как минимум, учатся. Идет проверка у стаффа. То есть, получается, что стафф выставляет тебе оценку, робот выставляет вам оценку. И средняя оценка записывается тебе в портфолио. Помимо ежедневных дилайнов, групповых проектов, также в школе предусмотрены экзамены. Экзамены у нас 4 недели. 4 экзамена. Они проходят по пятницам, занимают 4 часа. Приколюхи на экзаменах в том состоят, что пользоваться ничем нельзя. Все очень строго, все под камерами. Интернета на компьютере нет. То есть, ты действительно попадаешь в такие стрессовые условия. И я даже такого жесткого, скажем так, контроля не помню даже на ЕГЭ. Ну, в универе тем более. То есть, это новый уровень. Я такого еще не встречал. Ну, это и хорошо, потому что именно на экзамене ты можешь для себя проводить черту, что ты понял, что не понял, что тебе надо еще подучить и так далее. То есть, это очень отличная возможность понять, в каком направлении тебе двигаться дальше. В следующую неделю, чтобы залатать те пробелы в знаниях, которые у тебя есть. Где ты оплашал на экзамене. Суть всего вот этого обучения в том, чтобы отследить твой прогресс на протяжении 4 недель. Так заявляет сама школа Сбербанка. Каких-то критериев, как они отбирают людей на основу, они не говорят. Это может только догадываться. Я думаю, что я сниму об этом отдельный ролик по своим рекомендациям, что стоит делать людям, которые хотят успешно пройти бассейн. Это будет ролик чисто мое мнение, потому что истины нигде вы не найдете. Но это будет чуть позже, наверное, тогда, когда мне уже придет письмо о том, поступил я на основу или нет. И об этом я во всем расскажу вот в этом ролике как раз. Еще из интересного расскажу вам про то, чему вы учитесь на интенсиве. Все обучение можно разделить на три ветки развития. Первое это терминал, это консоль. Вы учитесь стандартным базовым командам консоли. Все обучение также происходит на Mac. Тоже важный момент, если вы Windows-пользователь, то первую неделю вы будете немножко в шоке, потому что вы пользуетесь Mac. Собственно, у меня так и произошло, потому что Mac до этого я никогда не пользовался. Второе это GitLab, система контроля версий. С нее вы берете задания, туда вы задания пушите на проверку. И там же все вы проверяете друг друга, также клонируя репозиторий с GitLab. И третье направление это язык C. То есть за первую неделю вы базово изучите консоль плюс GitLab, а три недели плотно будете заниматься изучением языка C. Также я думаю, что в отдельном ролике я расскажу вам о том, как именно подготовиться по языку C, вхождению интенсива и какие курсы стоит пройти для максимально, для того, чтобы максимально успешно пройти бассейн. Поэтому, чтобы такое не пропустить, подпишись обязательно на мой канал. Здесь будет много чего интересного. Помимо школы 21 я планирую выпускать ролики и по другим курсам. И сейчас я уже нашел для себя, скажем так, дорожную карту, прописал развитие, какие курсы я буду проходить. И я обязательно вам об этом расскажу. Поэтому, чтобы не потеряться, подписывайтесь на YouTube канал. Если случится блокировка, я в любом случае все равно буду выкладывать сюда ролики. Но чтобы не потерять ничего, также у меня есть свой Telegram канал, вы туда тоже можете подписаться. Также я ролики выпускаю на Яндекс.Дзен. Обязательно туда переходите, подписывайтесь на меня. Мы там сможем общаться. В общем так, можете задавать какие-то вопросы, которые вас интересуют. Один из главных вопросов, который волновал меня, когда я только поступал на интенсив, это возможность совмещать работу и прохождение непосредственно интенсива вместе. И сразу скажу вам, что это невозможно. Об этом тебе говорят на вводной лекции, перед еще поступлением на интенсив, что совмещать не рекомендуется, нельзя, у вас не получится и так далее. Но каждый, наверное, думает, что типа да нет, я смогу, я особенный и так далее. Потому что взять отпуск на работе на 4 недели, я думаю, что не каждый работодатель на это может пойти. И конкретно в моем случае я смог взять отпуск только на 2 недели. И 2 недели я совмещал прохождение бассейна и школу. И это было абсолютно ужасно. Я просто вымытался до невозможности, но при этом все равно ходил каждый день. Просто, чтобы вы понимали, как это происходит. Те дни, когда у меня был отпуск, только это было 2 недели, я приходил в школу каждый день к 10 часам утра и уходил оттуда в 10-11 просто вечера уже под ночь. И так полностью 2 недели. То есть будние дни, выходные дни одинаково. Ты просто все время проводишь в школе. Ты там завтракаешь, обедаешь и ужинаешь. В целом тебя никто там не держит. Ты можешь находиться там час, полчаса, сколько угодно. Можешь вообще не приходить. Нет какого-то контроля. Ты сам определяешь для себя, что сколько времени ты должен тракать. Опять же скажу, что если ты приходишь в нулевом, тратить времени придется много. Поэтому сразу скажу, что готовьтесь к этому. Следующие 2 недели я уже совмещал это с работой. И, как я уже сказал, это было ужасно, потому что я работал с 9 до 6. И после работы сразу же ехал в школу. И был там еще до 11 до 12 ночи. То есть нагрузка эта была колоссальная. Как я эти 2 недели прожил. Абсолютно сейчас себе уже не представляю, потому что это было каждый день под кучей энергетиков и так далее. Но на большом энтузиазме. Все равно мне это было интересно. Несмотря даже на то, что была большая нагрузка на работе. Все равно классно. Но сразу скажу, мой совет. Как угодно. Берите 4 недели отпуска. Перерывы в учебе. И приходите на интенсив. Не повторяйте моих ошибок. Но опять же, если все-таки ситуация безнадежная. И вас не отпускают. То все равно знайте, что это возможно. Но придется вам тяжело. На этом мой ролик подошел к концу. А тебе я напоминаю, что любой вопрос ты можешь задать в комментариях. К данному ролику. И я постараюсь на него ответить. Я смотрю все комментарии. Отвечаю на все комментарии. Поэтому буду рад с вами пообщаться. Также напоминаю, что у меня есть своя телеграм-группа. И всем рекомендую на нее подписаться. Потому что мало ли чего случится. Чтобы мы с вами не потерялись. И подписывайтесь на канал. Здесь будет много интересных роликов. Все. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok